Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» присоединяется к нашему эфиру. Будем говорить о потерях России в Украине. Действительно, вплотную приблизились это, если мы говорим о личном составе, 50 тысяч. Александр, рады вас видеть в нашем эфире. Приветствуем. Доброго дня. Динамика. Вот давайте поговорим о динамике. Действительно, приближаемся к отметке. Генеральный штаб Украины тоже на это обращает, кстати, внимание, что потери России в Украине вплотную приближаются к 50 тысячам человек. А вот я хочу у вас спросить. Простой вопрос. А это много или мало? Для российской армии это катастрофа. Это самая настоящая катастрофа, поскольку таких потерь не было, например, даже во времена Советского Союза в Афганской войне. Хотя мы знаем, какой был ресурс у Советского Союза на тот момент, опять-таки. Таких потерь не было за всю историю такого образования, как Российская Федерация, с момента ее возникновения и участия в совершенно разных конфликтах. Абсолютно всех. Это, опять-таки, Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война, это война в Грузии, это Сирийская гражданская война, это Ливия, Центральноафриканская республика, Мозамбик и так далее, и так далее, и так далее. Если взять и просуммировать все потери российской армии, силовых структур, наемников, такие как ЧВК «Вагнер» и так далее, за эти три десятилетия участия в конфликтах, все равно выходит практически количество в два раза больше. То есть суммарно потери российской армии за все эти периоды не превышали почти 25 тысяч человек. Суммарно. А сейчас за полгода, фактически, чуть больше полугода, они потратили уже почти 50 тысяч без малого. И это говорит о том, что ресурс-то истощается. Таких потерь к таким потерям российская армия не была готова. И российская армия никогда не несла таких потерь. А надолго ли хватит в режиме такого сбора, пополнения ресурса, который присутствует на сегодняшний день у них? Я не уверен. Критическим скоро, на мой взгляд, будет вообще использование человеческого ресурса в боевых действиях. И это станет одним из также решающих элементов дальнейшего их поражения и уже каскадного отступления. BBC совместно с изданием «Медиазона» проанализировали и установили данные 6024 военнослужащих Российской Федерации, которые погибли в Украине, выполняя бандитские планы Владимира Путина. И тут очень важно заметить, что по данным BBC и «Медиазоны» 1025 из 6024 — это примерно 17%. Это офицеры. Среди них 4 генерала и 35 полковников. Это высокие чины. Это люди, которые непосредственно, как я понимаю, сейчас объясните нам детальнее, дают конкретные задания. Люди, которые могут непосредственно управлять ходом боя на территории Украины, скажем так. Как почти уничтожение 20%, если мы так говорим, из 6000, влияет в том числе на деятельность самой российской армии? Слушайте, ну 20% офицерского состава — это очень много. Это действительно очень много. И это говорит о реальных действительно потерях, поскольку офицерский состав — это довольно-таки редкостный элемент в числе двухсотых. Особенно если мы говорим о среднем офицерском составе и о высшем офицерском составе. И если удалось установить более тысячи данных, ликвидированных в Украине офицеров, то мы можем только себе представить, действительно, какие масштабы уничтожения рядового состава. Реальные масштабы, а не вот эти вот шесть с лишним тысяч, которые установлены. Официально похороны, которых можно было как-то идентифицировать и зафиксировать. Поэтому, на мой взгляд, и мы видим то, что сейчас происходит с передовыми подразделениями российских оккупантов. Система управления, как таковая система управления передовыми подразделениями, она серьезно подорвана. Даже внутри самих подразделений нет профессионального, квалифицированного какого-то управления, опять-таки, их действиями. Почему? Потому что, ну, на сегодняшний день офицерский состав, как таковой профессиональный, он уже, можно сказать, отсутствует. Скажу даже больше. Третий армейский корпус, который сейчас отправляется, ну, частично уже присутствует на территории Украины, а еще и двигается дальше через полуостров Крым на Южный Плазарм. Третий армейский корпус, он имеет в своем составе младший офицерский состав, который был снят буквально после сессий с высших учебных заведений разного рода воинских учреждений учебных. То есть это, ну, буквально сняли с парты лейтенантов и отправили, младший офицерский состав отправили в зону боевых действий. О каком профессионализме может идти речь? Как они будут управлять приданными им подразделениями, личным составом? Вот такие вот будут и результаты в дальнейшем по ведению не то чтобы уже наступательных действий. Они даже и в обороне не будут знать, как действительно им себя вести. По состоянию данной на 1 сентября 2022 года, опять возвращаясь к подсчету BBC и Медиазоны, среди элитных военных специалистов подразделений морпехов погибло, еще раз напомню нашим зрителям, BBC и Медиазоне удалось установить имена 6024 человек, представителей вооруженных сил Российской Федерации, которые погибли в Украине. Из них 337 морских пехотинцев, 245 спецотрядов Росгвардии, спецназ, бывшее название ГРУ, сейчас это Главное управление Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, 2 элитных полка ВДВ погибло, 144 человека, 67 военных пилотов, представителей ФСБ и ФСУ 20. Если, к примеру, обучение специалиста, рядового, там, гранатометчика, стрелка и многого другого, оно проходит, ну, если нужно заменить, скажем так, человека, человек погиб, если мне не изменять память, это пару недель, в исключительных случаях, ну, это месяц, ну, это нужно, я даже не знаю, какое обучение нужно, с каким вооружением происходить, а в случае, если это представитель элитного отряда, сколько может проходить обучение этого человека, который, собственно, может, ну, задавать определенные тренды на фронте, может делать то, что не может делать рядовой военнослужащий? Если мы говорим о спецназе, того же самого ГУГШ в СРФ, то это года, это года, это года постоянных тренировок, постоянных участий, и, что самое очень важное, участие в спецоперациях, именно силовых спецоперациях, реальных, а не каких-то там постановочных, участие в боевых действиях, это тоже очень важный показатель. Поэтому, фактически, потери вот подобного рода боевой единицы, это критически сказывается на боеспособности подобного рода, опять-таки, подразделений, спецназа и так далее. Если мы говорим о пилоте, неважно, многофункциональный это вертолет или ударный вертолет, истребитель это или это штурмовая авиация, фронтовой бомбардировщик, то здесь уже речь идет о годах, годах постоянного набора опыта. Особенно пилоты, истребители, и фронтовых бомбардировщиков, и штурмовиков, можно сказать даже так, что 10 лет, это, по сути, тот срок, когда человек после постоянного нахождения в состоянии учений и тренировок, а также, что вообще в идеале участия в разного рода боевых действиях и конфликтах, он может считаться профессионалом, он может считаться асом. И потеря такого профессионала и аса, это вообще, ну, он на вес золота. Восполнение его, опять-таки, года, десятилетия, по сути. Поэтому говорить о том, что потери эти на сегодняшний день российской, так называемой, второй армии в мире, которая уже вторая армия только с конца, в общем рейтинге, можно сказать, что эти потери ее откинули на десятилетия назад. В ближайшие 10 лет она не сможет восполнить именно в профессиональном, качественном моменте подобного рода потери. Исхожу просто из геополитических амбиций Российской Федерации, и в том числе вспоминаю отправку тех же вагнеровцев в МАЛИ, представителей Генштаба, Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, в другие страны, в Сирию тоже. Получается, Российская Федерация своей агрессией против Украины, она оголяет тылы. Она больше не сможет вести настолько масштабные крупные операции на территории других государств. Правильно ли это? Ну, она может пытаться поддерживать прежний свой уровень, но опять-таки речь идет уже о профессионализме. То есть те кадры, которые она будет отправлять в эти регионы, они будут менее профессиональны, от них будет меньшая эффективность, меньший коэффициент полезного действия от их там нахождения. А потому, так или иначе, но Россию начнут вытеснять с этих локаций, с этих плацдармов более профессиональные, более подготовленные представители иных силовых структур, иных государств. И так или иначе, она действительно начнет терять свои позиции. Так, интересный разговор у нас с вами сегодня. Вот действительно, вот мы сейчас даже... Как и всегда, на самом деле. Я правильно понимаю, вот даже вот симуляторы, известные, да, там легенды, которые очень часто могут проводиться как учения, не подходят для того, чтобы, вы сказали, просто десятилетие необходимо, для того, чтобы, скажем так, вот это элитные подразделения, спецназ воспитать. Да, это элитные подразделения, если мне изменяет память, там лет восемь нужно. Ну вот. Чтобы, мало того, что научиться, еще и набраться опыта управленческого. Такие плюсы. Я поняла, что это действительно должны быть реальные спецоперации, в которых нужно взять участие для того, чтобы понимать, что далее делать. Возможно, поэтому вы нам дадите ответ. Понятно, почему. На российских телеканалах, и мы сегодня действительно используем материал BBC, русская служба, они провели серьезное исследование, проводят мониторинг, и они даже сейчас начали использовать это, я нашим зрителям хочу озвучить, для того, чтобы установить, если мы говорим про спецназ тот же, они вот это делают благодаря мемориальным табличкам в школах, памятным каким-то таким сооружениям. Они установили, что за последнее время 20 спецназовцев только в Смоленске погибли именно в войне против Украины. Я понимаю, что все меньше чиновники даже озвучивают не просто потери, а вообще стараются не говорить о погибших, даже там единочные случаи, не упоминаются в разговорах, не упоминаются в интервью. Но мне кажется, что все равно где-то должна быть критическая точка, и об этом заговорят в России. Или я ошибаюсь, Александр? Какое должно быть количество погибших в Украине военнослужащих, чтобы об этом заговорили на серьезном, на глобальном уровне? Ну, сложный вопрос. Почему? Потому что, в принципе, даже информирование населения на уровне СМИ, федерального уровня, оно, как мы понимаем, исключительно находится под контролем руководства России, то есть абсолютная диктатура распространения информации. Поэтому на федеральном уровне об этом говорить не будут. С другой стороны, об этом говорят, и довольно-таки часто говорят, о количестве похорон, о погибших более-менее открыто на локальном уровне местных каких-то деревушек, сел, населенных пунктов, небольших городков, у которых есть какие-то свои информационные ресурсы, которые освещают либо в режиме социальных сетей, происходящего в этих населенных пунктах, либо имеют какую-то свою страничку в интернете новостную. Что самое интересное, в большинстве случаев формирование подобного рода информации по погибшим происходит именно таким образом. В каком-то там селе Новоболотовка открыли мемориальную табличку местному жителю, который, конечно же, героически погиб в боях в Украине, деноцифицируя и демилитаризируя националистические какие-то там подразделения. То есть такая бравурная табличка, все тому подобное. А это уже информация, которая пополняет общее количество к имеющейся. И вот именно такой серфинг, скажем так, информационного пространства дает возможность все-таки изучить более детально реальный масштаб освещения даже хотя бы подобной проблематики. Но вот в том-то и дело, что из этого до сих пор даже на локальном уровне, когда там, ну, чуть ли не полсела уже там похоронило своих односельчан, которых уничтожили в Украине, все равно не возникает какой-то вот этой критической массы до сих пор даже, которая бы стала этим возмущаться. Идет массовое, я бы даже сказал, гипнотизирование, героизации этих военных преступников, и до тех пор, пока будет происходить вот эта героизация, которой не будут противопоставлять на местном уровне что-либо уже непосредственно, сами же вот даже банально представители какого-то одного села, пока не произойдет это расшоривание, к сожалению, не будет вот этого реального всплеска. Я скажу даже больше, даже если возникнет какой-то всплеск, какое-то негодование, какой-то бунт, то сразу же в этом регионе, в этом населенном пункте появится Росгвардия из Чечни, которая порешает ситуацию. А то есть репрессивные методы, репрессивные методы давления и контроля ситуации еще достаточно долгое время будут удерживать население России вот в этом покорном обожествлении вот этих псевдогероев. Вот, Александр, о продолжении, но мы же говорим о вооруженных силах Российской Федерации, а у нас еще есть проксиобразование Российской Федерации ДНЛ и НР, да, вот тоже Би-Би-Си пишет, что в группах сторонников ДНЛ и НР им удалось в соцсетях обнаружить более чем 3400 сообщений и по 100 людей, которые ищут своих родственников мужского имена пола, оказавшихся в рядах так называемой народной милиции, давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, утверждает Би-Би-Си, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулись домой грузом 200. Я так понимаю, что об этих людях Российская Федерация вообще умалчивает. И их, скажем так, не считают, ну, понимаем, да, звучит, ну, не считают, но... Ну, они не считают жителей Донецка, Луганской областей за людей. Это факт, мы должны об этом говорить, что Россия не считает жителей Луганска за человека. Ну, вот так сложилось, несмотря на свои пропагандистские речи о защите жителей Донбасса. Ну, в то же время их используют в войне против Украины, понимаешь, свои... То есть тут такая... Вот хочется, чтобы вы тоже этот момент нам немножечко проанализировали, как вот с этими, да, с этими людьми, быть, которые берут участие в военных действиях против Украины, о них вообще, скажем так, умалчивают и умалчивают и на территории прокси образования Российской Федерации и в Российской Федерации. Вот ваш анализ тоже хотелось бы немножечко услышать. Прекрасно известно, что эти люди, они фактически были в большинстве своем в последние месяцы мобилизированы под давлением. Это репрессивная форма мобилизации, их заставляли. И хочу заметить, что большое количество пленных есть именно из этого числа, поскольку в первую очередь они понимают, что их ожидает, именно поэтому они сдавались в плен. Конечно же, их используют как живое мясо. Это абсолютно непрофессиональная, неподготовленная масса, которой закидывали передовые позиции вооруженных сил Украины, то есть в режиме исчерпания боекомплекта. И в этом и проявляется вот это абсолютное отношение, лицемерное бесчеловечное отношение к человеческой жизни, даже вот этого, пускай под принуждением мобилизированного. И они это должны прекрасно понимать. Я неоднократно также акцентировал внимание на том, что для мобилизированных на территории, временно оккупированных территориях, опять-таки, есть выбор. Выбор либо пленный, либо сам себе делаешь самострел, и ты отправляешься в лазарет, все, в госпиталь. Другого выхода нет, другой выход – это двухсотый или полностью покалеченный. Поэтому, да, действительно, ситуация крайне сложная, и, насколько известно, потерь среди вот этих мобилизированных, среди этих мобиков, очень большие потери. Почему? Потому что снаряжение не как куще, снаряжение еще времен Советского Союза, а подготовки абсолютно никакой нет, просто использование волнами, как живое мясо. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, Российская Федерация буквально за 20 лет потратила, за 21 год, потратила на военные расходы Российской Федерации, увеличились на 714%. Если говорить про G7, страны там в США на 250%, в Канаде на 319%, в Великобритании на 174%. К чему? Буквально около 10 лет тому назад была принята государственная программа вооружения 2020 в Российской Федерации. Тогда представители Министерства обороны Российской Федерации говорили о том, что к 2017 году, если мне не изменяет память, процент нового вооружения в российских войсках, он составлял около 68%. Ну, то есть больше половины, это уже очень много на самом деле. Но, несмотря на это, мы видим консервацию старых танков, мы видим постепенный расход, ну, скажем так, исчерпание ракет, износ стволов, снарядный голод, в том числе, об этом также говорят, сравнивая войну в Украине Российской Федерации с войной против республики Ичкерии, в том числе, ну, это, об этом это вообще отдельная тема сравнения, но тем не менее, скажем так, вот это современное вооружение, которое покупалось, которое производилось по государственной программе вооружения 2020, насколько по вашему мнению, по вашему оценку, вот процесс исчерпания такого износа, насколько активно он происходит? Если же активно, то за старыми танками, возможно, пойдут еще и советские, прям старые-старые консервированные снаряды? Да, именно так, поскольку в основном работала, согласно этой программе, больше работала не сама программа, а именно коррупционные схемы. Огромное количество есть фактов того, что, например, под видом нового танка передавался в армию бывший уже в употреблении, находившийся до того в строю танк, который попросту является модернизацией, модернизированной. То есть вместо того, чтобы создать абсолютно с нуля за 3 миллиона долларов танк, они брали старый, расконсервированный либо с хранением, они его, собственно, модернизировали 500-600 тысяч долларов и в отчетности выдавали как новый. Поэтому и возникло огромное количество вот таких вот, знаете, манипуляций относительно того, а каков реальный потенциал российской армии? На бумаге вроде бы там тысячи новых танков, да нет там новых тысяч танков, это все модернизировано сатара. Так же самое, как и САУ МСТАС, например, самоходные артиллерийские установки. Два типа модернизации, они одну и ту же САУ 2С-19 дважды модернизировали. Два С-19 М1, два С-19 М2 и подавали это как новую САУ. Армия получила новую САУ. А по сути это дважды была одна и та же самая старая, просто модернизированная. И таким образом и создался вот этот миф о второй армии в мире. А на шестой месяц войны с Украиной мы видим, насколько они сейчас зависимы от расконсервации и снятия с хранения старой советской техники. Потому что новой на самом деле на бумаге много, тысячи единиц. А по факту? Ну а по факту, да, тут эритрическое молчание, скажем так. Вот мы с вами пока тут работаем, там Владимир Путин дает интервью и задали ему вопрос, как это прямо сейчас происходит, это можно найти, телеграм-каналы уже российские опубликовывают в режиме прямого эфира фактически, что говорит Владимир Путин. Меня поражает мужество жителей Донбасса, защищающих свои республики на передовой. Они воюют лучше профессиональных военных. Это я процитировала сейчас, это как раз просто мы об этом говорим, да, и в продолжении вот так вот характеризуют. Ну и так, кстати, к теме потерь. Сегодня Владимир Владимирович поддержал идею воссоздания юнармии, если мне не изменит память, нет, юных натуралистов, юнатов, собственно. Возможно, это также будущие защитники своей Родины, если так можно сказать. Александр, спасибо вам огромное, всегда вас рады видеть в нашем информационном марафоне на телеканале Freedom. Александр Коваленко был с нами на связи, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление.